Девушки отдыхают 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 Пакость какая, да? Ладно У нас бойлерная И тут у нас две дороги Вверх-вниз Давайте сюда пойдем Я не думаю, что У нас очень много времени займет Прохождение данного Как это назвать Рассказа Игры Что-то среднее, в общем Говорят, что она проходится за полчаса Мне с моей неспешной манерой игры Я думаю, на это уйдет Понадобится где-то минут 40-50 Не знаю, но постараюсь уложить все в одну серию Если уж будет слишком большая То в принципе поделим Но за сегодня мы ее точно пройдем Надо сказать, что движок Несмотря на уже на свою явную Такую бородатость Выглядит достаточно хорошо То есть Сурс всегда радовал Допустим, в портале втором Он вообще был просто прекрасен Но там это была заслуга По большей части художников Здесь, насколько я понимаю Та же самая история Но выглядит все как бы там ни было приятно Куча непонятных брошенных вещей Что тут вообще Что это за остров Зачем мы тут От нашего лица Идут эти монологи Непонятно Вообще по атмосфере Это все почему-то Они ничего больше Реликами Реликами Одного времени Слышные гианты Некоторые Намбулисты Годи Легко Для последнего Дремя Я убежал зубы от моих лиц и грибы с крючками всегда более крепче. Мои шейкиные руки не поддержатят моих смартфонах. со студентами но тем не менее это как ученическая работа была и теперь ее пересдают уже на современных технологиях целью данной игры никогда не было срубания какого-то бабла то есть вещь явно делалась для себя именно этим она и хороша то есть не на не пытается понравится вообще всем носа своего ценителя я думаю найдет именно вот эти вот заунывные нотки виолончели почему-то навевают такую атмосферу что игра вот на мой взгляд похоже чем-то на фильм фонтан если кто смотрел Я оставлю ее на ногах моего головы. Ты нуждаешься для туннелей, которые меня поднимут. Что бы это могло значить. Но тут я точно не поднимусь. В эту сторону меня не пустят. Плыть вон туда я не хочу. Так что, скорее всего, путь нас ждет именно обратно и наверх. Так вот, напоминает по атмосфере именно фильм Фонтан. Если кто-нибудь помнит такой фильм, он вышел сколько уже лет, наверное, шесть назад. Я, честно говоря, не помню, кто его режиссер. Но фильм такой очень философский, очень грузящий мозги. Именно поэтому я его очень люблю. Знакомые у меня вообще не понимают, не любят многие. Ну, не знаю, как-то... Но любители, короче говоря, как и все в этом мире. По-моему, одна из лучших ролей Хью Джекмана. А никакие не Росомахи. Так, ну вот мы вернулись. Давайте пойдем теперь наверх. Если кому скучно, вы вырубайте видео сразу. Тут вся игра такая. Эта игра, получается, не для вас. Тут нужна усидчивость. Я же в свое время... Вот мне всегда не хватало в определенных играх... Моментах, когда можно было бы остановиться, проразмыслить... Ну, здесь, конечно, вся игра такая, но тем не менее. Эээ... Спокойствие, усидчивость. Все, что нужно для данной игры. Так, похоже, мы правильно идем. По крайней мере, у меня такое ощущение есть. По природе, ой, я представляю, какой холодный ветер. Это совершенно не так. Это же не вarte. Это не было не помыслом, а он не сломалит ему и очки и не ушел на руках. Если нет, то есть ссылки, в течение дня твоя мальчика, чьи-то монологи кто это говорит или зачитывает потому что у меня ощущение что это не главный герой экспозицию украшения вы можете видеть их из оборудования или водопроводов вы можете видеть их из оборудования или обеспечить правильную защиту и ждать годы, до того, чтобы что-то пестилентное оборудование укрепляет и укрепляет вместе с их моими линиями только для этого чтобы держать каких-либо спасателей на берегу инфекция не просто из-за какой свет идет с моря пронизующий холодный ветер это просто кошмар так куда же мне идти вообще по чувством хэдж там по климату эти острова напоминают британский такие дела там был по идее путь еще куда-то вон туда возможно мне туда и нужно было но пока что мы идем куда глаза глядят так там какой-то затонувший корабль это по моему офигенно давайте пойдемте посмотрим поближе my damascus a small semi-detached on the outskirts of wolverhampton we drank coffee in his kitchen and trying to connect to one another although he knew i hadn't come in search of an apology reason or retribution he's still spiraled in panic thrown high and lucid by his own dented bonnet responsibility of made him old like us he'd already passed beyond any conceivable boundary of life ну судя по всему это зачитываются письма именно этой тихо чё это было именно письма которые этот человек писал своей дорогой эстер возможно это его невеста еще кто так ну и вот маяк мы прошли не так уж и много по идее это что за наскальная живопись ну согласитесь да приз так кто напишите в комментах что это значит у меня схеме всегда проблем были движок несмотря на свою уже дряхлость все также тащит выглядит помочь это прекрасно блин как же меня вымораживает это звук выключение фонарика я не знаю с чем это связано но он это очень громкое шипение короче говоря так подожди я круг что сделал ну ладно у нас сюда дорога есть я пока вообще не понимаю что тут происходит и это прекрасно по моим интригует ручеек блин прекрасная музыка не знаю мне всегда хотелось хотя бы вот так недельку пожить в одиночестве на каком-нибудь острове но и не на таком холодном промозговом как этот такое ощущение что он не перебивай меня я не могу сделать правительство или отличие я забрался когда я вернулся здесь и тоже疲л я пошел на плавку в ближайшем текущем и посадил в море, где троллер лежит в море было только в вечере, когда я увидел Ботти и решился сделать мою депутатку там в море я ожидал только авиал и трансмитер в зону в зону где-то на море в зону в зону в зону в зону как и все остальные здания здесь эроссия в зону так вот о чем я говорю ощущение что это последние предзимние уже дни скоро пойдет снег и начнется зима то есть поздняя-поздняя осень трава пожухлая уже все серое и кто бы мне объяснил что означает вот все вот это кто-нибудь я думаю у нас будет очень умный найдется в комментах и обязательно распишет что же обозначают все эти формулы так куда же мы идем когда я молчу и он молчит я практически не молчу конечно но как начну говорить так он сразу улыбается и начинает свое повествование по новой зачитывает свои письма возможно это все-таки главный герой вспоминает свое прошлое или как почему он вообще совершает это паломничество к антенне не очень понятно возможно будет понятно позже так ухты мы прошли одну зону похоже что у нас есть но даже все все и все 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 я честно говоря не понял последнее предложение возможно это издержки перевода потому что он неофициальный ну конечно спасибо переводчикам за оперативность возможно я просто что-то не понял как бы там ни было мы выходим на очередной песчаный берег заросший травой и тут у нас что какой-то танкер что ли стоит если вы слышите странные звуки не удивляйтесь у нас опять наши долбаные соседи начинают что-то дрелить как они любят по выходным молодец вы ничего не слышите офигеть вот эта бандура огромные давайте-ка зайдем проверим что там есть вообще контейнеры все раскидал такое ощущение что его прям пришибло к берегу не то что прибило натурально пришибло аж их вынесло на какое расстояние так я к сожалению прыгать оказывается не могу значит мы не сможем туда попасть а было бы интересно вообще управление здесь стандартный в сад и обзор мышки все никакого другого управления здесь нет даже фонарик включается сам по себе так что вы не говорите мне что надо был пробел нажимать чтобы прыгать тому подобное так но похоже он туда потому что этот опыт ну давайте посмотрим что здесь потому что это тупо не работает что там за маячок такой вдалеке мигает я москва холдин на башню кубок ауэлска дню хамит саба я с трудом могу прочитать то написано на боку это лодки но написано чё-то дит не могу прочитать к сожалению было бы разрешение побольше возможно и было бы более понятно но к сожалению для записи разрешения 1280 на 720 она оптимальна ну то есть на моем компьютере естественно если бы компьютер был более мощный то можно было бы фухаде все писать но опять же все уперлась бы в размер файла и достаточно большие файлы было достаточно проблематично бы ахатки грузить на youtube не визитит меня на аспиру афтериоперейшен он амстилхарс аж тима анастатик его отлайн у него спич был на май стенд за граммин чего на линд мейдер эскейп не в бен рендер до пайк аликар да на первый взгляд вообще какой-то околесицу несет данный персонаж но как бы там ни было двигаемся дальше ух ты какой там обрыв ел упала просто провал избушка но понятно да что для читающего эти монологи очень дорога стойбища Ах, неприятный звук Так, ну вон я вижу, антенна у нас вон там Блин, видишь, как раз под настроением, у меня такое Музыка, конечно, прикольная Видишь, как раз под настроением, у меня сегодня Такой усталый день, с самого момента пробуждения Все-таки помидиями deployed Продолжение следует... Да, здесь похоже эти козы обитались